Привет дорогие друзья! Вы, как и я, я уверен, конечно же, видели сегодняшнее кино от 95-го квартала. Почему я сразу говорю кино от 95-го квартала, ну я сейчас вам постараюсь объяснить. Смотрите, вы видели, как пришли сегодня к Игорю Коломойскому. Это везде распространили, массово. Кстати, очень интересно, Служба безопасности Украины, когда слила фотографии с обыска, они заблюрили лицо Коломойского. То есть, мы пришли к Коломойскому, но как он выглядит, мы вам не покажем. У нас в сети появились и другие фото, без блюра, в общем. Пришла Служба безопасности Украины и по борьбе с экономическими преступлениями какая-то там служба. Вот, НАБУ не пришла. Я просто подчеркну сразу, да. Позже Давид Арахами, который по моей информации регулярно получает чемоданчики, постоянно мутится, обкладывает какой-то бизнес какими-то налогами своими специфическими, рассказал, что жить по-новому, это значит жить по-новому. Если кто-то, кое-где у нас порой, и сегодня снимут все руководство украинской таможни. Пришли к налоговикам и позабавили даже публику этими самыми мечтами главы налоговой. То есть, там женщина, у нее мечты. На 19-й год сумка какая-то, там еще заработать миллион долларов, побывать в Лондоне и так далее. Вот он показывает богатый внутренний мир любого украинского чиновника, в принципе, всех времен, но сейчас особенно. Вот, поприходили ко всем. Подозрения влепили на Салику, это экс-министр энергетики. Вы заметили, как вдруг сейчас они поняли, что на самом деле происходили вот эти коррупционные схемы. Говорят, нет, мы на этом не остановимся. Мы пойдем намного-намного дальше. Но почему-то, обязательно, конечно же, пришли с обысками к чиновникам из Министерства обороны. К Резникову с обысками не пришли. Более того, чуть позже, на телеграм-каналах, которые тесно связаны с офисом президента, появилась информация о том, что Резникова уберут таки с поста министра обороны, но назначат на пост министра юстиции. Это чисто выглядит, как шутка, как вброс, как какая-то нелепица, как фейк. На самом деле, по моей информации, это на самом деле идея Ермака, настоящего президента Украины, Ермака, поставить Резникова, который спалился на воровстве, на пост министра юстиции. И сейчас этим вбросом они меряют отношение общества к данному назначению, к возможности данного назначения. Они смотрят, как общество отреагирует, слишком ли на дыбы встанет или нет. Первая мысль, которая пришла многим пользователям в голову, многим зрителям, читателям, отвлекает внимание. Но от чего отвлекает внимание? Некоторые начали выдвигать предположение, что, мол, от ситуации на фронте это еще нет. Нет. Исключительно от Резникова, исключительно от Ермака. Когда снимают все руководство таможни, их на самом деле сняли, то почему-то забывают, кто именно ставил этих людей, кто именно советовал Зеленскому этих людей. Это Ермак. Но все пули летят мимо Ермака и мимо Резникова. Пока что. Что сделано с Коломойским? Тоже там выдвигают всякие гипотезы, проекты и все такое. Смотрите. Во-первых, у Коломойского давние проблемы. И они на самом деле есть, эти проблемы. Он на самом деле работал с офисом президента, все было чинно-благородно, но появились проблемы нерешаемого характера с американцами, конечно же. Коломойский сейчас заперт в Украине, он, в общем-то, сидит, не может вылететь, потому что там его примут, там примут. И можно было бы предположить, что, и может быть так оно и есть, что дальше его ждут серьезные действительно проблемы. Но я обратил внимание, и не только я, на тех, кто пришел к Коломойскому. Не НАБУ. Не НАБУ. Как будто бы Коломойского перехватили. Как это там БЭП и СБУ. Подконтрольное Зеленскому. Для чего это делается? Когда берут НАБУ, это на самом деле серьезно. Потому что НАБУ работают под кураторством Соединенных Штатов Америки. Когда берут СБУ, это как карта ляжет. Вы же понимаете, СБУ умеют давать сроки только тем людям, ну как отправлять материалы уже в суд, по тем людям, которые там визитка шария была и так далее. По Коломойскому не очень. Естественно, определенные связи Игоря Валерьевича и с СБУ, из Зеленского окружения, позволяют предположить, что возможно это выльется опять в ничто. Такое впечатление, что они перехватили эту тему у НАБУ. Вы помните, даже когда-то в свое время была ситуация, когда пытались перехватить, когда две эти группировки, НАБУ и СБУ, сражались там за одного задержанного. Было и такое, ну как за судью Чаоса, если говорить прямо. Для чего это делается? Вы сейчас слышали много про судью Чаоса. Нет. Некоторые темы надо гасить. Вот такое впечатление, что с Коломойским наоборот отмазка такая. Пришли, да, общество радо, довольно. Русские об этом сообщают на телеканалах у себя. Все, вот Коломойский, а вот помните, он говорил москаля, а теперь ему, уже ему сейчас. Посмотрим, что будет дальше. Следующая ситуация. Кто убрал все руководство таможни? Мы уберем все руководство таможни. Кто их убрал? Кабинет министров Украины. То есть они не сели, не получили подозрений и опять-таки ими не занялось НАБУ. Впечатление, что их тоже спасли. Просто этим увольнением. Мы уволили их. Да и что? Уволили и уволили. Конечно, это грустно. Но на самом деле эти люди должны сидеть. Руководство таможни должно сидеть. Всякие другие, это просто пыль на рояле, это дымовая завеса. По поводу там Насалика, который подписал невыгодное соглашение, 42 миллиона долларов и так далее. Вы видите, это дело рассыпется, я так полагаю. По поводу других налоговиков, еще кого-то посадят какую-то сошку, пешку. Что происходит? Происходит кино. Снимается сериал «Слуга народа» для лохов. Лохи смотрят и видят, ого, занялись олигархами. Ох, Владимир Александрович, давай-ка еще. На самом деле вам тулят фуфло, друзья мои. Ибо люди, которых вы увидели, они либо ничего не стоят, либо они не получили никаких проблем, на самом деле, как руководство таможни, либо их выдергивают от серьезных проблем, создавая проблемы небольшие, как с Коломойским, к примеру. У кого должны быть большие проблемы? У Резникова. Все это делается исключительно для одного. Для того, чтобы спасти от карающего меча министра обороны. Министра обороны, который замечен на краже американских денег. Помните, я тогда сказал, что эта тема будет очень серьезной по поводу разворования в Минобороне. Потому что туда заходили американские деньги. Некоторые тогда хмыкнули. Да не, ничего не будет. Буквально на следующий день уже Белый дом должен был оправдываться и рассказывать сказки о том, что разворование происходило не американских денег. Это дичь. Это чушь. И доказательства на виду о том, что это были именно американские деньги. Просто представителям американской власти, которые лоббировали выделение этих денег, очень не хочется, чтобы другие представители американской власти начали говорить, что вы лоббировали выделение денег ворам, а они обокрали наших американских налогоплательщиков. Это очень серьезная игра. Очень серьезная. И Резников здесь получается фигурой, которая начинает интересовать американцев. Это очень опасно не потому, что они хотят оберегать Резникова, они хотят оберегать Ермака. И кто они? Это опять-таки Ермак, потому что Зеленский ничего не решает, решает Ермак. И это человек Ермака, равно как и люди на таможне, это были люди Ермака, которых сейчас спасли от уголовных дел. Так вот, Ермак очень боится того, что к Резникову придут, грубо говоря, американские следователи. Потому что если Резникова возьмут за вымя, то он, конечно, расскажет все. И вот это будет уже лебединой песней для Ермака. Мы знаем, что в американском истеблишменте есть целая группа людей, которые его просто ненавидят. Которые понимают, что вся коррупция не от куклы, а от него. А коррупция слишком, ну, с передозом. Таким образом, Резников сейчас самый опасный человек для Ермака. Что это значит в свою очередь? Ну, конечно, сейчас спасли, отмазали, переключили внимание и так далее. Тем не менее, сейчас это просто дымовая завеса. Тем не менее, ведь американцы могут добраться до Резникова. И могут выяснить несколько вопросов. Поэтому Резников, я считаю, сейчас находится в опасности. Мое личное мнение, основанное на заключениях, на размышлениях. Резникову сейчас следует крайне сильно избегать поездок. В опасные регионы, где летают пули. Резникову надо очень тщательно относиться к выбору пищи. Не есть в компании дурных людей. Ну и так далее. Это мое такое мнение. И, ну, не хочется в этом случае оказаться правым. Потому что любой человек, это человек, творение Божие и все такое. Но Резникову надо быть, мне кажется, аккуратнее. Потому что для Ермака наступают темные времена. Они очень отчетливо видны. Без Ермака не будет и Зеленского. Поэтому темные времена наступают для всей Банковой. У меня пока что все. Будем наблюдать дальше. Я думаю, каждый день теперь будет, эх, метла будет мести. То, что обещали тогда, когда приходили. Но ни хрена не исполнили. Сейчас будут, типа, вспомнили. Именно на этой неделе. Именно через несколько дней после скандала. С разворовыванием американской помощи для Минобороны. Ну что, это падение, да? Не, это начало падения. Падение будет позже. Мне так кажется. Пока.